Принцип «сила есть, ума не надо» сегодня не актуален. Своим примером это доказывают студенты БелГУ. Шахматный клуб здесь появился 15 лет назад. Из хобби для избранных он перерос в общевузовскую площадку. Доски с фигурами появились прямо в коридорах. Сейчас таких локаций 15. Скажите, а пешка помните, как ходит? Да, ходится так, бьется вот так. Начиналось все вот с таких рекреаций по всему вузу. Сейчас здесь появился целый тренажерный зал для ума. Сегодня ректор Олег Полухин тоже обещает в перерывах между переговорами и текущими делами находить время для интеллектуальных тренировок. У нас сейчас в университете в каком направлении не пойдешь, везде натыкаешься на шахматы. Поэтому я надеюсь, что буду останавливаться в каких-то рекреациях и играть со студентами. Ну а на самом деле я с детства любил эту игру и очень увлекался, как многие дети моего времени. И я искренне рад, что сегодня мы видим здесь, вот в этом центре, совсем юных наших воспитанников, которые со всей округи. Юные спортсмены на местах. Вуз открыт и для школьников, и даже для дошкалят. Начинается первая тренировка в новом помещении. Вот, видишь, сама знаешь, как ходить. Все, молодец. Ну как в саду ходит, я не знаю. Наискосок. Сейчас будешь пробовать, с лоником ходи. Еще недавно в этом зале было кафе, которое не особо пользовалось спросом. Решили перейти от пищи для тела к пищи для ума и отдали под центр. Теперь здесь большой зал на 50 человек. Четвероклассник Михаил Пензев ходит на тренировки по интеллектуальным играм больше полугода. Успехи уже есть. Интересно тем, что разливает мышление и логику. Это и в школе поможет, и везде. Может быть, по стечению обстоятельств в будущем, может быть, и станут тренером или чемпионом мира. Проблема развития интеллектуальных видов спорта как раз в нехватке квалифицированных кадров не только для подготовки чемпионов, но и для преподавания основ в белгородских школах. Начиная со второго класса у нас во многих уже школах введена эта дисциплина. Ребята действительно активно пользуются, учатся игре в шахматы. И надеюсь, что благодаря данному центру мы действительно поправим ситуацию по тренерскому составу. Потому что у нас на сегодня это действительно определенная проблема по школам, потому что некому действительно преподавать шахматы. Первым делом к занятиям в центре будут привлекать студентов педагогических специальностей, чтобы, придя работать в школу, они могли вести факультативы по шахматам. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогория.